Время новостей По данным управления гражданской авиации, 27 декабря 2019 года самолет приземлился в Кишиневском международном аэропорту, после чего вылетел в Киев. Пресс-секретарь управления рассказала, что этот авиалайнер украинской компании считался одним из самых безопасных среди тех, которые совершали полеты в Кишинев. Согласно данным, полученным из САФА Датабейс, оператор имеет коэффициент 0,20. Это очень хороший показатель, который говорит о высоком уровне безопасности компании. Ни одна проверка в течение 2019 года не выявила никаких несоответствий. Напомним, 8 января в 6 часов и 20 минут по тегеранскому времени самолет Boeing 737, принадлежащий международным авиалиниям Украины, вылетел из аэропорта столицы Ирана, набрал высоту 2,5 километра, после чего рухнул на землю и загорелся. Сообщалось также, что авиалайнер пропал с радаров через 6,5 минут после взлета. По первым данным комиссии, расследующие причины авиакатастрофы, самолет загорелся еще до того, как ударился о землю. Указывается также, что причиной этому стали технические проблемы, однако какие именно, пока не сказано. Хотя накануне украинская сторона и тегеран заявляли, что к крушению самолета привело возгорание двигателя. Потерпевший крушение самолет был выпущен в 2016 году и куплен компанией украинской авиалинии непосредственно на заводе. А за два дня до вылета, 6 января, воздушное судно прошло последний технический контроль. Напомним, крушение самолета, на борту которого находилось 176 человек из 7 стран, произошло через 5 часов, после того, как иранские военные совершили ракетный удар по военным базам США в Ираке. Все находившиеся на борту лайнера погибли. Изначально существовали версии, что один из снарядов мог случайно попасть в самолет. Однако специалисты эту версию исключили из-за большой разницы во времени между ударом, который произошел в час 20, и взлетом лайнера. Пять представителей органов безопасности, три из Америки, один из Европы, один из Канады, заявили для агентства Reuters, пожелав остаться анонимными, что по первоначальной оценке спецслужб, причиной крушения самолета действительно стала техническая неисправность, а не попадание снаряда. В то же время иранские СМИ пишут о том, что пассажирский самолет мог быть ошибочно обстрелян американцами, которые приняли его за борт с представителями правительства Ирана. 9 января объявлен в Украине днем скорби, в стране приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Бывший премьер-министр Майосанду обвинила своего коллегу Юрия Реница в неуважении к людям, потому что он не публикует никаких доказательств своих слов о том, что «представители бывшего блока АКУМ любой ценой были готовы пойти на альянс с социалистами». Мы связались с Юрием Реницей, и он заявил, что даст дополнительную информацию по этому поводу в ближайшее время. Реакция Майосанду последовала после того, как 6 января депутат от ППДП Юрий Реница заявил, что у него есть запись разговора представителей блока АКУМ от 7 июня 2019 года, когда обсуждалась необходимость принятия коалиции с ПСРМ. Юрий Реница утверждает, что еще не пришло время, чтобы опубликовать эту запись, однако подчеркивает, что видео доказывает, кто хотел пойти на союз с социалистами. По словам депутата, блок готов был принять все условия Игоря Дадона, только бы сформировать парламентскую коалицию и правительство. Экс-премьер-министр и лидер ПДС Майосанду в свою очередь заявила, что несмотря на то, что цена союза с социалистами оказалась очень велика, удалось добиться главного свержения власти демократов и экс-главы ДПМ Влада Плохотнюка. Я думаю, что это неуважительно по отношению к людям, когда вы говорите, у меня есть доказательства, но я не предоставлю их сейчас. Либо вам есть что сказать, либо молчите. Я все еще считаю, что мы действовали правильно, когда приняли решение о создании большинства социалистами, чтобы спасти страну от Плохотнюка. Мы знали, что это решение может стоить нам дорого, но мы были готовы заплатить эту цену, какой бы высокой она ни была. Отвечая на вопросы о намерении баллотироваться в президенты Республики Молдова, Майосанду не ответила четко, заявив, что это решение еще не принято. Но в то же время она отметила, что именно она является человеком с самыми высокими шансами на налаживание в Молдове верного механизма по борьбе с коррупцией. Баллотироваться должны люди, которые имеют самые высокие шансы, которые будут наиболее убедительны в этой борьбе. Это должен быть человек, который сможет внести свой вклад в решение проблем граждан, очистить страну от проблем с коррупцией. Я борец с коррупцией. Мы доказывали это в течение долгого времени. Но этот шаг я еще обсуждаю с командой. Майосанду также заявила, что у политформирования уже есть кандидат, который будет баллотироваться по одномандатному округу Ханчешты. Его имя будет названо, когда наступит для этого подходящее время. По решению Центральной избирательной комиссии перевыборы депутата парламента в этом округе пройдут 15 марта. Напомним, в начале декабря 2019 года депутат АДПМ Александру Ботнарь по округу Ханчешты принял решение сложить мандат. Даже глава государства Игорь Дадон не знает, будет ли он баллотироваться на новый президентский срок. В интервью для одного из новостных порталов он заявил, что это решение будет основано на полном анализе того, чего он достиг в нынешней должности. Президент сообщил, что в этом году у него большие планы, которые он хочет завершить. Это позже и повлияет на его позицию в отношении нового президентского срока. Владельцы столичных маршрутных такси решили не отставать от своих коллег, которые занимаются междугородними перевозками по Молдове и требуют повысить стоимость проезда в Кишиневе с трех до шести леев. Об этом заявили управляющие маршрутами микроавтобусов в Кишиневе, которые требуют от властей удвоить тариф. В примарии столицы пока никак не прокомментировали инициативу перевозчиков. Наталья Иксарь, советник по связям с общественностью, в разговоре с нашим корреспондентом официально сообщила, что пока никто не обращался в примарию с таким требованием. Напомним, с 1 января 2020 года тарифы на междугородние пассажирские перевозки были увеличены до 60-70 банов за километр. Граждане Молдовы, которые будут путешествовать с биометрическим паспортом в страны Шенгенской зоны и государства Евросоюза, должны будут зарегистрироваться в европейской системе авторизации и информации путешествий. Кроме этого, они будут оплачивать сбор в размере 7 евро. Поправки вступят в силу с 2021 года. Таким образом, европейские власти намерены собирать информацию о путешественниках, которым не нужно получать визу для поездки в Евросоюз. Кроме того, эта система позволит не допускать в страны Шенгенской зоны людей, которые могут угрожать безопасности стран ЕС. Крупный пожар в столичном здании бывшего завода «Мизон». Возгорание произошло накануне в арендованном помещении мастерской по росписи и гравировке бутылок на первом этаже. Московский проспект, 21 в столице. Здесь накануне около восьми вечера вспыхнул огонь в одном из складских помещений, расположенных на бывшем заводе «Мизон». На борьбу с пламенем незамедлительно выехали 10 спецмашин, 55 пожарных и спасателей. На тушение огня ушло несколько часов. В результате пожара никто из людей не пострадал, только площадь около 200 квадратных метров, мастерской по росписи и гравировке бутылок. Пока нет версии пожара. Обстоятельства его возникновения выясняют специалисты. Пожар возник в помещении, расположенном на первом этаже здания. Представители предприятия отказались предоставить нашему корреспонденту подробную информацию о пожаре, а также не позволили зайти в помещение, где произошло возгорание. Мы не можем рассказать никаких подробностей. А кто может поговорить с нами, кого ждать? Корреспонденту нашего телеканала удалось связаться с директором завода «Мизон». Александр Катан сообщил, что склад, на котором произошел пожар, арендует предприятие по переработке стекла, добавив, что не имеет права вмешиваться в работу арендатора, поскольку последний несет ответственность за то, что происходит в их помещении. Однако директор предположил, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. «Мизон» – один из бывших крупнейших радиоэлектронных заводов Кишинева в советское время, работавший для военной отрасли. После 1991 года было предпринято несколько безуспешных попыток перепрофилировать предприятие. Сейчас площади «Мизона» сдаются в аренду. Теперь нет необходимости стоять в очереди, чтобы заплатить налоги. Это можно сделать онлайн через специальный сервис «Мпэй». Система работает в рамках одного окна, когда необходимые сборы можно оплачивать одной фактурой. В налоговой инспекции надеются, что нововведение существенно сократит время граждан на выполнение данной процедуры и поможет оперативнее исправлять неточности и ошибки. В едином расчетном окне не нужно дополнительно указывать реквизиты госучреждений, в которые переводятся средства. Услуга автоматически будет распределять выплаты по учреждениям. Сервис доступен на сайте Государственной налоговой службы в специальном разделе. Для использования необходимо ввести свои паспортные данные и авторизироваться. Затем налогоплательщикам остается только выбрать классификацию налога и указать вносимую сумму в Леях. Аргеев – единственное место в Молдове, где идет снег. Очередной сюрприз для посетителей Архиленда – снежная пушка, которая начала работать в крупнейшем семейном парке накануне. Она может действовать в режиме нон-стоп и распылять снег в радиусе 24 метров. Теперь развлечения для детей и взрослых стали по-настоящему зимними. Больше всех обрадовались дети, которые неустанно играли в снежки и фотографировали летающие над Архилендом снежинки. Отлично! Просто супер! Очень весело, очень прекрасно! Тут много всего классного! Очень красивая елка! Сюда можно приходить каждый раз! Мы не видели снег, но тут мы вот видим снег, и мы все грязные! Мы все в снегу! Нам очень холодно, но мы катаемся! Идет снег! Красиво? Да! Выходите из дома и приходите в Архиленд, здесь очень интересно и все бесплатно! Снег не оставил равнодушными даже взрослых, которые в сказочной атмосфере Архиленда могли почувствовать себя детьми. А где мы норок не западут? Сегодня нам повезло со снегом, мы ощущаем праздник, красиво! Аргеев гостеприимный, мы приехали из Кишинева. В Кишиневе есть снег? Нет, у нас нет снега, но нам повезло, мы попали в снегопад! Очень хорошо и красиво! Я рад, что в Молдове есть что-то подобное! Молодец Илон Шор и Архиленд! Мы приехали из Резины, здесь прекрасно себя чувствую! Может быть, я здесь наберу полные карманы снега и привезу его в Кишинев? Здесь приятная атмосфера, в Кишиневе не так, как в Аргееве! По словам работников Архиленда, погода позволяет радовать посетителей искусственным снегом. Да, снег есть, когда влажность относительно низкая, температура на улице минус три, минус четыре, минус пять. Тогда качество снега намного лучше и детям приятно и радостно. Напомним, снежная пушка впервые появилась в Молдове в Архиленде по инициативе бывшего примара муниципия Илона Шора. В самом большом семейном парке развлечений посетителей ждут десятки бесплатных аттракционов, зимние горки различной длины для катания на тюбингах, самый большой каток в Молдове площадью 800 квадратных метров, а также карусели, колесо обозрения, сказочная резиденция Деда Мороза, фотозоны, американская горка и, конечно же, пестрящее разнообразием рождественская ярмарка, на которой представлены сотни новогодних товаров. Главный сюрприз этого сезона – итальянский цирк Боначини. Ежедневно перед зрителями выступают более 20 артистов из Италии, Испании и Румынии. И не забывайте, все развлечения в Архиленде, как и цирковые представления, абсолютно бесплатные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова